Здравствуйте! В эфире телекомпания «Город». Вы смотрите информационную программу «Время говорить» главной темой этого выпуска. Стрелял в автобус рязанский полицейский. Задержали человека, обстрелявшего пазик с пассажирами. Но от комментариев воздержались. И все-таки он прибежал. Олимпийский огонь в Рязани. Репортаж о встрече сочинской эстафеты. Как живут в провинции. В программе специальный репортаж из Кораблина. А теперь обо всем подробнее. Рязанские полицейские задержали водителя, который обстрелял из пневматического пистолета маршрутный автобус. Дело было вчера на Московском шоссе, неподалеку от развлекательного комплекса «Планетарий». Главная версия такова. 24-летний водитель «Газели» о чем-то поспорил с коллегой по профессии, который управлял пассажирским пазиком. Поспорил круто. Судя по всему, дошло дело до серьезных противоречий и абсолютной разницы мнений. Более горячий «Газелист» решил отомстить обидчику в столичном стиле. Взял да и выстрелил по автобусу, который вез пассажиров из пневматического пистолета. Огорчают в этом деле две вещи. Первая – то, что водитель «Газели», как говорится, пребывая в здравом уме, стрелял по оппоненту в дорожном споре. Не думая о том, что может тяжело ранить как шофера, так и его пассажиров. Мозг выключился, и ярость затмила разум. Второй момент. Сегодня мы обратились в ОМВД за комментариями, где один из сотрудников ответил примерно так. Что тут такого? Повздорили между собой два водителя. Пострадавших-то нет. А то, что была стрельба по автобусу с пассажирами, видимо, сильно правоохранителей не беспокоит. То, что пули могли ранить пешеходов – тоже. Грустно все это слушать, согласитесь. Насколько же все мы, включая правоохранители, равнодушны к таким вопиющим, казалось бы, случаям, как стрельба по людям. Тем более в городе, в людном месте. Кстати, инцидент произошел неподалеку от того места, где на днях были торжественно открыты Олимпийские кольца – символ сочинских игр. О, спорт, ты мир, произнес когда-то Пьер де Кубертен, человек, возродивший великую древнюю традицию атлетических игр. А у нас, в относительно тихом городе, по пассажирским автобусам от злости из пневматики палят. Может, и правда, что тут такого? Кстати, о стрельбе в Рязани написали такие федеральные издания, как «Интерфакс», «Реа Новости», «Взгляд», «Регион.ру» и другие. Олимпийско-Рязанская тема сейчас во главе российских информационных рейтингов. Сегодня в столице области встречали огонь Олимпиады. Напомним, эстафета Олимпийского огня стартовала 6 октября на Красной площади в Москве. Ее протяженность – более 65 тысяч километров. За 123 дня Олимпийский огонь через 83 региона страны пронесут 14 тысяч факелоносцев. На пути огня будут 2900 населенных пунктов. Финиширует эстафета 7 февраля в Сочи на Олимпийском стадионе «Фишт», где пройдет церемония открытия 22-х зимних Олимпийских игр. «Фишт» в переводе с адыгейского означает «седая голова». Так называется одна из сочинских гор со снеговой шапкой на вершине. Ну, как говорил персонаж фильма, вот все, что знал, сказал. А сегодня в Рязани священное пламя лицезрел Глеб Галушкин. Перед началом эстафета Олимпийского огня на Театральной площади состоялся праздничный концерт. Перед сотнями горожан выступал Рязанский народный хор. В это время факелоносцы, которым предстояло нести огонь на первых этапах, проходили последний инструктаж. Я, наверное, сейчас самый эмоциональный, самый радостный участник этого мероприятия, потому что эмоции меня очень перемолняют. Я очень волнуюсь, но волнение очень радостное, очень счастливое. Ну, пока вообще все нормально вроде бы. Все, ничего, погода хорошая, настроение тоже отличное. Так что все, все, все пока в порядке. Чувствуешь, что ты приобщен к тому большому и светлому, чем являются Олимпийские игры. В общем-то, Олимпийские игры – это всегда как бы люди вместе. А это самое главное. Горожане встречали овациями кортеж и стафета Олимпийского огня. С приветственным словом со сцены выступил исполняющий обязанности мэра Рязани Виталий Артемов. В 130 этапов, в 130 факелоносцев, из которых 25 будут наши земляки. Рязанцы – чемпионы Европы, чемпионы мира, заслуженные тренеры, призеры Олимпийских игр и почетные граждане города Рязани. Для рязанцев сегодня будут торжественные мероприятия на площади Победы, на Соборной площади, где будет зажжена чаша Олимпийского огня. Рязанцы, давайте встретим эстафету Олимпийского огня достойно. И пожелаем нашим спортсменам на Олимпиаде в Сочи выступить успешно и представить нашу страну достойно. Факел от лампада зажег заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Кирилл Сусунов. И эстафета Олимпийского огня по Рязани началась. И вот за Олимпийский огонь в Рязани! И аплодисменты, фото, видео, счастье, история вершится вместе с нами на центральной площади нашего города. Олимпийский огонь в Рязани! Подробнее о приключениях Олимпийского огня в Рязани мы рассчитываем рассказать в итоговой программе «Время говорить» в пятницу. А сегодняшний эфир продолжает репортаж Алиси Харлины, снятый в провинциальном городе Кораблине. История для нашей действительности типично горькая. Осыпается дом, помощь от властей никакой, перспективы мрачные. В общем, рубрика «Так и живем» продолжает программа. Елена Игнатова живет в этом доме восьмой год. И все это время одна и та же проблема. Постоянно течет крыша по всему пятому этажу. С тех пор, как дом перевели с баланса местного училища на городской муниципальный, жильцам нет покоя. Ситуация знакомая. Люди платят коммунальные, просят местные власти о помощи. Но у всех нет то денег, то полномочий, то кранов 40 метров. Нам сказали, что у вас дом очень даже замечательный. То есть есть люди, которые живут еще хуже. Хуже кого, хочется задать вопрос. А главное, почему нужно остальных несчастных равнять под них. Рядом с окном Елены с весны зияет вот такая дыра, которая продолжает проседать и осыпаться. Под окнами просто опасно находиться. Обои висят от влажности, то есть их невозможно. Вот я их трогаю, вы сами видите, они все качаются. Там везде постоянная плесень, вываливается штукатурка, вот она отваливается, прям от сырости падает. Тут вот выпали все кирпичи. Так как текло у меня и здесь, все под батареей выпало. Вместо помощи ей предложили поставить ведро, там где течет. Вот, то есть, видимо, прямо в стену за обойми, где в дождь бегут ручьи. Мы ходили непосредственно к нашему начальнику ЖКХ, который говорит, я никаких не имею полномочий. Мы ходили к Елютину, мы ходили к Ермакову, к мэру нашему, к нашему городу. Да. Они составляют смету, пишут в Рязань. В Рязани признают, что наш дом аварийный, что нам требуется срочный капитальный ремонт. На всем, на этом дело все заканчивается. Это у нас только в России, может быть, вот у нас на входе. Вот сейчас упадет этот кирпич, ребенка убьет, ребенка или любого убьет, тогда, мне кажется, они только защевелятся. Когда я ходила к барану Валерию Николаевичу, он мне сказал, что ваши плиты не выдержат этой зимы. То есть, они упадут. И вы будете жить под открытым небом. Если будете жить. Да, если хорошо, что вы выживете, то есть, вас никого не надкроют. Дом настолько напитал воду, что как пизанская башня кренится с фундамента. Но очередной проверяющий пошатал кирпичи ногой и сделал вывод, что все в порядке. Жильцы верят, о таком порядке губернаторы области просто не говорят. Специально для него экскурсия. Итак, идем к дому. Вот эта чудесная широкая дорога должна быть выложена тротуарной плиткой. Жильцам говорят, что она есть. Возможно, и у них, и у нас проблемы со зрением. А с торца дома, как и положено, аварийный выход. Соответствует только названию. Действительно, аварийный. Жильцы говорят, выше третьей ступеньки лучше не подниматься. Посмотрите сами, что творится. Наступишь, упадешь сразу. Кстати, дверь заколочена насмерть. Это при том, что на верхнем пятом этаже живет инвалид первой группы, который и при хорошем раскладе не сразу спустится. Ну что, все развалилось. Ну что, вы раз не видели на улице? Кирпичи все выскакивают. А вот с этой замечательной стороны дома у нас холл, где люди должны отдыхать, любоваться цветочками, видом из окна. Вот, кстати, они, окна. Внутри тоже весело. По словам Елены, в 2012 году были выделены деньги на капитальный ремонт. И вот как оказывается, теперь выглядят пластиковые окна. Та же история с новым напольным покрытием и освещением. Уточним, это после капитального ремонта. Кстати, Елене, которая обивает пороги местной администрации ЖКХ, позвонили уже на следующее утро после нашего приезда. Вместо помощи прочитали лекцию о вреде жалоб. Стыдно, Лена, хотеть жить по-человечески. Надеемся, завтрашний день принесет нам больше позитивных известий. А на сегодня все. Хорошего всем вечера. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин